Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым окон», 11 том. Разбор выступлений митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Вопрос 2484. Является ли на сегодняшний день православие и православный фольклор, пасхальные гадания, масленица, суеверия, исцеление порчи, ворожба путем православных молитв, одним целым? Почему православный Клир не наставляет паству верным учением? Отвечает митрополит Кирилл. Такие явления, как гадания, колдовство, ворожба, ни в коем случае не являются, так сказать, православным фольклором. Напротив, церковь с древних времен сурово осуждала подобную деятельность. Отвечая на ваш вопрос, уверяю вас, что православный Клир непрестанно наставляет паству верным учением. Достаточно зайти в любой православный храм, чтобы убедиться в этом. Однако, те люди, которые практикуют различные формы магии, используя православную атрибутику, как правило, не являются воцерковленными православными верующими. Более того, сама их деятельность противоречит учению церкви. Использование ими молитв и церковных предметов является не более чем прикрытием и средством привлечения людей, для большинства которых авторитет церкви очень высок. Конец цитаты Отвечает Игнатий Лапкин Словом, воцерковленный митрополит так активно пользуется и ни разу не сказал, что это шаблон для мертвых, как он и его язык. До какой воцерковленности сегодняшних людей можно говорить, когда весь Израиль день и ночь ожидал Мессию, и Израиль ли не был воцерковлен? Но когда Христос пришел, они его распяли. И Господь сказал им, что отец их дьявол, не воцерковлять нужно покойников, а оживлять. Послание к Ефесянам 2 глава 5 стих Эфесянам 5 глава 14 стих Слова придумали новые, а Библия забытая и ненужная. И получается, что вся эта эквилибристика с антологией и секуляризмом есть дутая надмене мира из-под клобука и из-под рясы.